Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Простые, рутинные операции доставляют нам радость только тогда, когда мы воспринимаем их как некое священное действие. Удержать это очень сложно, не всегда получается, особенно когда в условиях быта, о которых мы говорили в самом начале, мы видим все эти бесконечные кастрюли, сковородки, каканы, штаны, грязь, нехватку денег, злого мужа, непослушных детей и все это прочее. Сколько же можно, а когда я смотрю и вижу рядом с собой какую-нибудь подругу, которая делает карьеру, ездит на хорошем автомобиле, вся из себя ухоженная, куча поклонников, возникают мысли. Такое соблазнительное воздействие внешнего мира, который часто живет совсем не так, оно, конечно, способно разрушить в любом человеке, в женщине, в мужчине, в священнике, представление о том, что он на верном пути и что действительно то, как он живет и есть правильно и осмысленно. И поэтому противостоять этому нужно двумя способами. Во-первых, нужно действительно стараться напомнить себе о том, что то, что ты делаешь, это и действительно твое призвание и важное действие, угодное Богу. Можно поговорить с духовником, можно обсуждать это с мужем, надо найти круг единомышленниц, с которыми вы будете это обсуждать, которые действительно помогут вам осознавать важность вашего домашнего служения семье, мужу и Богу. Ну и во-вторых, что тоже является немаловажным, необходимо не запускать и прочие стороны вашей жизни. Да, может быть, стоит параллельно получить какое-то дополнительное образование. Может быть, стоит заняться в том числе и каким, если есть возможность, время и силы, получить какую-то профессию, реализовывать себя в том числе и профессионально. Можно заняться спортом, можно заняться внешним видом, пойти и, соответственно, привести в порядок свое тело, привести в порядок свои мозги, найти для себя какое-то внешнее служение. В церкви нет такого учения, что женщина должна обязательно сидеть дома и только заниматься глажкой, уборкой, воспитанием детей. Мы знаем множество женщин, которые, в общем, безусловно являются верующими православными, некоторые, возможно, даже святыми, у которых нет детей или есть дети, но которые при этом совмещают возможности по своей семейной жизни. Мы видим сейчас достаточно много таких женщин, в том числе где-то и в средствах массовой информации, еще где-то, когда человек, имея многодетную семью, достаточно вспомнить нашего детского албудсмена. Вот при президенте матушку, по-моему, семеро у нее уже детей совсем недавно, она родила седьмого ребенка, который при этом занимает очень активную общественную позицию и ни много ни мало является вот таким защитником и представителем детей и семей аж при президенте. Поэтому, если вы чувствуете силы, способности и у вас есть возможности для не только семейной самореализации, вы вполне можете тоже этим заниматься.